Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Каких жертв не удалось избежать с начала пляжного сезона? Как обеспечивается безопасность людей на воде? И что нужно знать о правилах поведения на отдыхе? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник муниципальной службы спасения на воде Владимир Дримасов. Ваши вопросы на эту тему задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Ну, хочется начать со статистики, с цифр. Вот сколько несчастных случаев на воде произошло с начала открытия пляжного сезона? С начала открытия пляжного сезона, он открылся у нас официально 15 июня. Вот. 13 смертей у нас уже насчитывается. Но я должен оговориться, что это не на пляжах нашего города. У нас нулевая статистика по смертности. То есть никто не утонул на этих официальных пляжах наших? Нет, у нас ноль. Ноль. Цифра ноль. Это радует. Вот. Смерти, к сожалению, происходит на, в основном, не санкционированных местах купания. А какие это вот, где вот активно купаются люди, но там нельзя? Это какие пляжи? Даже не пляжи, а вот места действительно. Ну, у нас в основном традиционно это река Самара, Татьянка и близлежащие озера, Алексеевские озера. Вот. Вот эти вот места, куда горожане тянутся, там спасателей нет, спасательных постов нет. А вот если заглянуть, вот если есть несчастные случаи, даже с летальным исходом, так скажем, можно организовать так, чтобы там были посты, спасатели, какая-то служба, какой-то контроль и так далее? Вы знаете, жизнь, в общем, сама как бы к этому подводит, диктует и о необходимости этого говорит. Вот недавно совершенно жители поселка Запонского, которые, в общем, отдыхают, у них там есть уголок отдыха на Самаре, на реке, они обратились к своему депутату Фетисову Андрею Борисовичу, вот, с просьбой помочь им организовать место, ну, купания, место отдыха у себя там. И вот по договоренности с нашим руководителем, вот буквально в эту субботу мы проводили там водолазную очистку дна, ну, и силами ТОСа, там, люди сами произвели уборку, субботник такой. На общественных началах, но все равно ситуация двигается, потому что всегда мы говорим, там, не хватает людей, оборудования, времени, там, штаты и так далее, но здесь вот ситуация двигается, действительно. Ситуация двигается, да, на самом деле мы выставили там общественный спасательный пост, и, в общем, планируем, как бы, вот, с руководителем ТОСа разговаривали, вести эту работу постоянно. Вот, более того, как бы, тоже договорились о том, что сейчас Министерство спорта Самарской области запланировало акцию «Научись плавать». Ну, дело касается детей, вот, потому что в 2014 году, в общем, было довольно много смертельных случаев, когда дети тонули на водоемах, и сейчас вот запланировали, как бы, провести обучение детей там же, вот, на этом же самом месте, то есть, как бы, все получилось под одно, то есть, вот этот участок организовали, там его отработали, ну, и буквально в течение недели или двух проведем вот эту акцию, будем собирать детей, учить их плавать. Да, а вот вы, когда вы с председателем дома городской, Александром Фетисовым, были в субботу, вот, на реке, вот, что вы делали, водолазы, что там делали? Водолазы обследовали акваторию дна. Ага. То есть, вот... Это тоже очень важно для того, чтобы признать неопасным место для купания, да? Или вы чистили, или что? Чистили. То есть, на самом деле, произошла, то есть, если акватория не очищена, как же человек полезет купаться? Понятно. На самом деле, там, в общем, обнаружено очень много. Да, вот я хотела спросить секрет, вот, чем заполнено дно реки? Меня всегда интересовало, потому что, вот, поверхность не видно же, что на дне, а что на дне? Обрывки сетей, роколовки, тралы, пустые бутылки, я даже об этом не говорю, посуда там пластиковая, но обрезаться тоже, в общем, очень легко и просто. Вот, произвели очистку этой акватории, ну, в течение, насколько я помню, слышала вот этот разговор, там, в течение двух-трех недель туда, там, песок собираются взвести, вот, и будет вполне такое приемлемое. Радужное будущее для купальщиков. Скажите, пожалуйста, вы муниципальная служба, вот, хочется представить объем, вот, вашей организации, так скажем, сколько сотрудников обеспечивает безопасность людей на воде, какое у вас есть оборудование, как вы укомплектованы, с кем вы сотрудничаете, вот, чтобы, потому что, если сильная организация, то... Ну, в общем, да, организация у нас довольно сильная. Уже не первый год у нас нулевые показатели по смертности, вот, на тех... Да, вот, прямо хочется постучать по дереву, да, вот, когда произносишь такие... Да, да, да. Ну, случайно, как вы сами понимаете, это все не происходит, да, это вот начинается от, ну, упорной систематической работы. Спасателей у нас одних 140 человек. Так, а вот это волонтеры, общественники, люди, там, студенты или профессионалы, как вы набираете людей? Сейчас уже они не аттестованы, как бы, да, вот, министерством по чрезвычайным ситуациям, но проходят они самое серьезное обучение, вот, и имеют удостоверение матроса-спасателя. Да, 140 человек. 140 человек, это не считая, там, диспетчеров. Но это в основном молодые люди? Да, это в основном студенты, в основном студенты, и, как правило, работающие не один год, потому что люди уже прикипают, как бы, к этой работе, идут, ну, специально, как бы, с этой склонностью, да, туда приходят. Да, вот, обращая внимание всегда на пляж, на этих молодых людей, и нужно сказать, что они дисциплинированные, серьезные, ответственные и внимательные, вот, никогда не увидишь, и вот ходят все время, и по берегу контролируют, действительно, оставляют приятное впечатление. А какие задачи им ставятся? Задачи ставятся у них, ну, во-первых, это спасти человека, если у него что-то случилось, какое-то чрезвычайное происшествие на воде. То есть, следить за вот акваторией. Да, следить за акваторией на воде, вовремя его вытащить, оказать ему первую доврачебную помощь. Ну, с этим мы справляемся удачно очень. И не менее важный компонент работы – это профилактические мероприятия. То есть, вот, как бы у них однозначно в их обязанности входит и проведение, прям, хождение по пляжу и проведение профилактических бесед. Ну, ненавязчиво, наверное, да? Потому что могут люди на отдыхе отмахнуться, скажут, что я тут лежу, отдыхаю, а вы тут со своими беседами. В общем, не всегда это и получается ненавязчиво. Потому что, бывает, отдыхают и пьяные компании. Вот. И приходится ребятам, на самом деле, делать замечания. И, что удивительно, вот я вам говорил, что я работаю с первого дня до основания, как бы, вот этого дела. Разница колоссальная. Если в первые годы, в 2007 году начали работать, вот когда поначалу делали замечания, там, гуляющие компании, да, это вызывало, ну, такую эмоциональную, скажем, реакцию. Не нравилось людям. Да, не нравилось. Как правило, там говорят, да ладно, там, вот. А сейчас очень внимательно прислушиваются к этому. И вообще, ну, как бы с уважением большим относятся граждане у нас, вот, к спасательной службе. Владимир Николаевич, вот вы сказали уже про жертвы, да, с начала открытия пляжного сезона. А сколько спасенных людей, вот сколько спасателей ваши работники спасли уже? На наших пляжах 8 человек. 8 человек. 8 жизней, да? Да, 8 жизней спасено. Да. А, да, а если вот брать, там, с 2007 года, это буквально сотни человек, сотни, представляете? Да, а вы спасатель сами? Да, я сам спасатель, аттестованный спасатель. И вы начинали вот свою рабочую деятельность профессиональную как спасатель? Да, я как спасатель начинал. А у вас сколько, вот можете? Я даже не считал. Вот, да, вот, как ни странно, вот сколько общаешься с спасателями, вот очень скромные отношения, даже не считал. Хотя, вот, я больше чем уверена, что такие вот остаются в памяти случаи. Нет, подсчет никто не ведет, в памяти остается, да, на самом деле это трудно, в общем, рассказать, объяснить. Но, когда спасаешь человека, да, и реакции потом соответствующие, особенно вот дети, да, это очень запоминающе и, ну, как бы, ну, да, значимо для самого человека. Да, конечно, да. Вот, и ребята вот у нас ориентируются тоже на то же самое. Ну, стараются, вот максимально стараются, как бы, и работают, и занимаемся мы с ними, тренируемся очень много, потому что, в общем, это довольно сложное дело. Например, там, здоровый мужичок какой-нибудь, килограмм под 80-90, его отбуксировать, там, хотя бы с линии бойков. И еще девушки есть же, вот я видела и девушек. Да, есть девушки, это, в основном, ребята все-таки занимались плаванием профессионально. Да, вот, я хотела, знаете, услышать от вас какую информацию, рекомендацию, если человек тонет, как ему себя вести, и он видит, что приближается спасатель. От самого тонущего что требуется, в первую очередь? Ну, от тонущего. Потому что ситуация-то какая? Я понимаю, потребовать сложно что-нибудь в этот момент. Ну, хотя бы объяснить, чтобы люди знали, вот, я тону, как себя вести. Он просто паникует, и единственное его желание рефлекторное, это за что-то схватиться и выбраться на поверхность. Утопить спасателя. Да, для него спасатель – это нечто твердое, на что надо взобраться. Вот, поэтому отработана уже, ну, давным-давно техника соответствующая, и сами мы ее там дорабатываем, отрабатываем. То есть, подать ему какое-либо спасательное средство. Как правило, спасатель без жилета вот у нас не спасает. И отработали мы соответствующую технику, когда два спасателя подплывают, один, ну, оба находятся в низон досягаемости. Довольно быстро спасатель снимает себя жилет, подает ему тонущему, тот из него вцепляется, после этого начинается боксировка. Да, хорошая тактика, да. Ну, очень много там всяких разных способов существует. Можно подать круг, там, конец Александрова, чем вот оборудованы все спасательные модули и передвижные спасательные посты. Понятно. Вот. Комплекты номер один присутствуют, ласты, маски из-под воды доставать приходится довольно часто. Вот. Ну, самое главное, упорная тренировка идет, работа. То есть, нужно набивать все время руку. Да, не просто вот там весь вооруженный теорией сидишь и ждешь, и ты подаешь там жилеты и так далее. Нет, это прежде всего работа, да, там освобождение от тех же захватов, потому что любой 15-летний ребенок, он вполне может утопить взрослого человека в панике, там, не представляете, насколько это, как бы, вот эмоции эти, да, они придают каких-то нечеловеческих сил. Да, а вот я слушала, кстати, в одной из программ, спасательница, женщина рассказывала, что она, когда подплывает к тонущему человеку, она проверяет его на адекватность. То есть, она ему задает вопрос, там, там, дважды два, допустим, и если человек адекватный, что-то там нормально реагирует, то она начинает его спасать, а если нет, то она как-то удаляется, и это, по-моему, что ли, сзади, или какая-то ее методика другая. Это практически удаляться, она не может просто спасать, или, в принципе, этого сделать не может, она, там, пытается, видимо, сзади его как-то обойти, да, но, тем не менее, вот мы просто для себя, вот о чем я вам говорил, поняли, что проще гораздо, да, отработать вот эту вот технику. То есть, подать ему, руки у него заняты, и после этого уже начинать его буксировку, там, спасание и все остальное. Я хотела еще уточнить, вот, кто в основном тонет, и какие факторы риска, вот чего бояться все-таки? В общем, здесь тоже ничего нового, все крайне традиционно. Первое место занимают, в этом смысле, пьющие граждане, вот, то есть, в состоянии алкогольного опьянения человек становится неадекватным, и, ну, не может силу свою рассчитать. То же самое, вторая категория, это приезжие гости наши, например, вот я помню, в прошлом, позапрошлом году, у нас был случай в загородном парке, приезжие дагестанцы, по-моему, ребята, они, в общем, никогда, видимо, этого не видели. И если у нас, например, до буйка, там, ну, довольно спокойная водная гладь, то дальше начинает сильное течение. А, ну, навыка нет борьбы с ним, и вот отплыли, и стали тонуть, и там вытащили буквально там трех или четырех человек. То есть, просто они, ну, совершенно нормальные люди, решили посоревноваться с собой. Ну, молодость, да, так скажем. Вот, а про силу не рассчитали, и вот такой. Буйки ставятся не зря. Скажите, по каким вообще вот меркам, да, параметрам ставятся буйки? Что это значит? Что дальше что? Вот как все это... Мне тоже всегда было интересно, потому что иногда смотришь вот прямо от берега чуть-чуть, кажется, по метрам, да, а уже стоит буйок. Ну, буйок, как бы, он ограничивает пляжную зону, да, вот эту зону ответственности спасателей в данном случае. То есть, вот за что он отвечает. То есть, каждый пляж у нас, вот, он оборудован границами пляжными. А если человек заплывет за буйок, спасатель уже не отвечает за него? Ну, отвечает, конечно. Если же он уплыл на фарватер, тут уже сложнее. Тут приходится связываться, ну, там дежурит ПСС на катерах, поисково-спасательная служба. Вот они, там, принимают какие-то решения уже на свой, как бы, там, выбор, принимают определенные решения. Понятно. Вот. А это ограничивает зону купания. То есть, вот, за буйки человек, по идее, заплывать не должен. И он должен понимать, что вот здесь его спасут. А дальше уже это он, как бы, принимает ответственность на свой страх и риск. Скажите, пожалуйста, а вот время прибытия спасателя? Вы говорите, у него есть своя зона ответственности. Как быстро он должен среагировать? Или как вот это вот время реагирования, действия? Время реагирования очень простое. Значит, если, ну, человек вот тонет, например, находится в воде, и смотрит уже в зависимости от того, если он еще не под водой находится, да, то, значит, моментально человек должен, по первому же сигналу, он должен бегом добежать, доплыть, начать спасать. А если уже человек наглотался воды и находится под водой, то это совершенно четкое время определено. За пять минут клетки мозга гибнут. Как говорили раньше, четыре, а сейчас уже пять. Ну, четыре-пять минут, это зависит от организма у каждого человека. Вот в эти четыре-пять минут надо уложиться за все. То есть доплыть, нырнуть, вытащить, оказать первую доврачебную помощь и уже сдать скорой помощи этого человека еще живым. То есть вот все нормативы. Вот из этого исходят только из этого. Скажите, а случай столкновения плывущих людей с суднами звучит, конечно, смешно, но это совершенно не смешно. Вот они происходят, бывают такие столкновения? Ну, по поводу столкновений, если он уже столкнулся с судном, об этом никто никогда не узнает. Вот, особенно если это, ну, суда как плавило у нас, если там это плывут по фарватеру, вот. А судоходное движение, ну, легкомоторных катеров, там, и прогулочных всяких лодок, это происходит на другой стороне, на правой стороне реки Волга. Ну, в принципе, я думаю, что, хотя, знаете, был, вот в этом году как раз был такой случай. Но это был дайвер ночью, ну, во всех новостях это, в общем, звучало, напротив смотровой площадки, вот, это, ну, красный глинк там, в общем, вот тот район. Он ночью нырял, видимо, там, порыбачить парень, и всплывал, и был, просто попал вот под винты лодки. Вот, его изрубило. Ну, я, насколько знаю, там, его отвезли в реанимацию, но шансов, в общем, практически никаких. А вот есть какой-то совет, ну, бывают же случаи всякие, вы вот уже рассказали, вот что делать, если вот ты плывешь, уплыл далеко и куда не надо, и на тебя движется лодка моторная или что-то, вот какие-то есть советы, действия, что нужно? Ну, совет, прежде всего, должен быть один. В общем, человек должен, в первую очередь, все-таки с уважением относиться к своей собственной жизни, и не совершать безумных и безрассудных поступков, вот. Вот, ну, а во-вторых, все-таки уж если ты каким-то образом неизвестным оказался, там, на фарватере или в зоне, там, движения катеров, то, в общем, двигаться максимально энергично к берегу и не сталкиваться с судами, потому что это будет однозначно уже, вот, навсегда. Ну, и, кроме того, конечно, людям нужно помнить, что не надо вот в состоянии алкогольного опьянения. Ну, мы уже говорим о правилах поведения на воде, вот, кажется, из года в год все говорят одно и то же, и все-таки вот сформулируйте эти правила, чтобы вот их знали все окончательно и не нарушали. Они просты, очевидны, вот, до безобразия, и известны всем ровно с самого детства, да, но почему-то люди систематически их упорно нарушают. Ну, тем не менее, да, ну, не надо вот в состоянии алкогольного опьянения заходить в воду. Если жара, и ты знаешь, что у тебя там проблемы с сердцем, например, с сосудами, да, не нужно кидаться немедленно. Вот ты зашел там 35-36 градусов, ты разделся, тут же кинулся в холодную воду, спазм сосудов. Вот, не нужно купаться, естественно, в незнакомых местах. Вот, если, скажем, на пляжах у нас, пляж готовится же к купальному сезону, то есть он обследуется водолазами, все оттуда инородные предметы удаляются, намывается песок, то есть это чистое, спокойное пространство, да, где человек может там вполне нырять и так далее. В необорудованных же местах никто не чистит там, не очищает, не вынимает из воды. И вот буквально, да, недавно в Самарке произошел случай, парень утонул, просто запутался в водорослях. Даже так. Да, а я вот тоже в случае своей жизни выехала на природу, увидели большое озеро, я поплыла и доплыла практически до середины озера и встала на какую-то вот каменную глыбу. Каково же было мое удивление, что на такой степени захламлено, что я прям уперлась ногами и встала. Ничего удивительного. Вы знаете, у нас огромное количество, вот, если там взять статистику за какие-нибудь 5-6 лет, да, сколько шейных переломов. Люди ныряют в неустановленных местах, да, вот как раз эти камни там, какие-то деревья затонувшие. В общем, бережно надо относиться к своей жизни, это в любом случае. А вот грань вот этой опасности, критерии опасности, кто устанавливает, они какие? Вот, допустим, вот если произойдет слив в реку каких-то химикатов или штормовое предупреждение, или там берег какой-то опасный, нагромождение, или еще что-то. Вот это как? Вы с этим работаете или этого не будет? Конечно, обязательно, в обязательном порядке. У нас на каждом спасательном модуле, если вот вы были на пляжах у нас, то видели, висит обязательно либо черный шар, либо желтый флаг. То есть, соответственно, если висит черный шар, значит, поступило сообщение от соответствующих служб, что да, там вот такое-то загрязнение, не обязательно слив даже. Вот сейчас у нас первая очередь закрыта, вторая очередь закрыта, висят черные шары, потому что, ну, бактериальное состояние, там, воды, бактерии какие-то. Вот, то есть, люди предупреждены. И вот я буквально был, когда недавно занимался, вот, по-моему, с ребятами приходил. Люди подходят, очень живо интересуются. Почему? То есть, вот каково состояние воды, да, объясняешь, вот смотрите, висит черный шар. Значит, вы уж там как-то поаккуратнее сами принимаете решения. Да, люди постепенно привыкают и реагируют адекватно на все вот предупреждения, на беседы. Да, 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 очень. И сами буквально интересуются и очень... А вообще профилактическая работа, она вот из чего состоит? Профилактическая работа состоит прежде всего из работы с людьми, которые находятся на пляжной зоне. То есть, если, ну, спасатель же, он смотрит не только на водную акваторию, да, он смотрит на весь пляж. То есть, это его непосредственная работа. Если он видит, что человек, в общем, неважно себя чувствует, да, или пожилой человек, то есть... Даже на такие детали обсуждается. Нет, это даже не обсуждается. Это его входит в его профессиональные обязанности. А если нетрезвый? Тем более, то есть, да, вот я вам говорил, вот я был недавно, вот когда в субботу, по-моему, занимался с ребятами, вот как раз был такой случай. Молодой парень, в общем, да, подбежали там его, он просто выпил и уснул спокойно. А температура за 30 градусов. Он обгорел, в общем, довольно сильно. Что-то у него там, ну, видимо, тепловой удар он какой-то получил. Вот, и тот же... Не полез в воду? Нет, он не полез в воду, а он, в общем, что-то пытался встать, видимо, чувствовал себя очень неважно. Тут же подбежали люди, которые сидели с ним рядом, находились. Вот, обратились к спасателям, да, оказывали ему помощь, там, из аптечки снежок прикладывали. В общем, отвезли его, отвели в спасательный модуль, охлаждали, там, ну, в общем, он отказался от госпитализации. Но, тем не менее, вот это и есть там вся профилактика. То есть беседа с выпившими людьми, беседы с родителями. То есть вы не представляете, насколько чистый случай потерь детей вот в местах отдыха. То есть если это выходной день, это вообще там, я не знаю, можно просто называть службой там поиска детей. То есть где-то буквально, вот я был на четвертой очереди, недели три, наверное, назад, да, или две. Не по две, ну, две, скорее всего, вот самая жара была. Буквально через 10-15 минут приходит мамаша вот с такими глазами большими. И говорит, вот ребенок потерялся, и надо искать, искать. И те же спасатели ищут. Да, абсолютно. Я сама была свидетелем вот таких ситуаций неоднократно. Это нормальное явление просто. Да, все от полутора лет до четырех, до пяти, до шести. И приходится, да, заниматься этим. То есть вот такие вот такого рода беседы ведутся, там, и работать с ними. Да. А что нужно еще сегодня службе? Вот вы как руководитель, ну, всегда что-то нужно, да, к чему-то стремитесь. Ну, стремимся мы к чему? Конечно, у нас, знаете, вот, мне кажется, на сегодня, ну, проблем особо больших нет. Как бы коллектив готов. Ну, нулевые результаты, они говорят сами за себя. Но единственное, вот, в чем существует проблема, организация происходит по контракту, да, вот, поэтому вот. Муниципальный. Да, муниципальный контракт, торги происходят. Вот. И нам бы, конечно, как службе, да, было бы, ну, гораздо интереснее, если бы это происходило не по контракту, а, ну, там, в форме каких-то, я не знаю, там, дотаций, может быть, еще чего-то. Это нужно для того, чтобы, вот, коллектив спасателей, да, набирать не в мае месяце, а с тем, чтобы заниматься с ребятами, там, и навыки надо возобновлять. Все хотя бы за 3-4 месяца. А лучше бы, конечно, вот мы стремимся всегда к годовой службе, то есть, чтобы служба шла целый год. И чтобы человек не расхолаживался, да, он не забывал навыки. То есть, что и зимой люди тоже проваливаются под лед и так далее. Да, это, в общем, совершенно необходимость, и гордо в этом заинтересован, и сами люди. И я думаю, в общем, я не сомневаюсь, что оно придет непосредственно к этому. Да, так же, как и большинство пляжей будет уже легально, официально все расчищено и открыто. То есть, вот, пляж на Самаре под Южным мостом, там колоссальный пляж просто, да, просто огромное количество людей. В Кировском районе пляж на той же Самаре. Да и вообще, если мы вспомним, да, что купцы устраивали первые пляжи у нас, кстати, на Самаре, а не на Волге они были. Вот, вот мы сейчас как бы озаботились, сейчас пытаемся в архивах найти место, да, где был первый пляж оборудован, и просто хотим там поставить стелу. Вот вы рассказываете, я думаю, какое же у нас преимущество огромное, сколько у нас рек, озер, это нужно только все сделать культурным, организованным, и чтобы вот был порядок. И в связи с чем я вспомнила, я очень хочу, чтобы вы рассказали историю про парижанина, который всю жизнь мечтал искупаться, поплавать в Волге. Ну, к сожалению, история, в общем, довольно печальная. Закончилась, да? Закончилась печально. Ну, сложно давать оценки там этого, но на самом деле это реальный такой вот факт, который имел место года четыре назад, наверное. Житель Парижа, без русских корней, что удивительно, вот имел мечту приехать в Самару искупаться на Волге. И так и поступил, в общем, он долетел до Москвы, на поезде доехал до нашего города, сошел с этих «Жигулей» и отправился на пляж. И, в общем, вошел в Волгу и утонул там немедленно. Что-то у него с сосудами, с сердцем, по-моему, или с чем-то случилось. — Да, вот это, конечно, да. Что называется увидеть Париж наоборот. И умереть, конечно, к несчастью, к большому. Но наша беседа уже подходит к концу. Самое главное, что вы хотите, еще сезон не закончился, итоги будем подводить позднее. Вот сегодня что сказать нашим телезрителям, которые еще будут ходить, купаться, плавать, отдыхать? — Сегодня телезрителям я хочу пожелать только одного — беречь себя. Максимально беречь себя. И с уважением относиться как бы к себе, к окружающим. И могу сказать одно только, что вот вода не прощает, это я вот уже точно себе выяснил, да? Она не прощает пренебрежения и неуважения к себе. Вот это людям надо запомнить. И, в общем, вести себя, ну, просто нормально, по-человечески. — Культурно. — Да, и культурно. — А вы сами можете отдыхать на пляже, вот когда вот отдыхаете там, и люди, вы расслабляетесь, нет? Или у вас профессионально срабатывает, вы тоже за всем следите? — Ну, я просто... — Не отдыхаю. — Такого не бывает у меня. — У вас работа всегда, да? — Да, да. Ну, то есть сезон, да. Потом, конечно, мы там с приятелями, с вами, с друзьями. — С такими же спасателями, наверное? — Нет, мы общаемся, если вот куда-то ездим отдыхать, мы общаемся, там у меня товарищи есть, вот с кем мы в школе учились вместе. — Ну, они под надежным присмотром на отдыхе. — Ну, они, в общем, мы с вами бывалы вполне, и вот мы... — Ну, спасибо большое за то, что пришли, дали информацию по тому, как нужно себя вести на воде, рассказали о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, с начала открытия пляжного сезона. Успехов вам в вашей работе, поменьше несчастных случаев, всего хорошего. — Вам спасибо. — Спасибо и вам, до свидания. — До свидания.